Классную переписку я сняла, слушайте! Офигенная идея была! Мне в один день просто такая, а почему бы не попереписываться с Фейком Фейтона? Ну какая фигня может в моей жизни случиться-то после этого? Супер! Обожаю эту жизнь! Ребят, всем привет! Меня зовут Елена Райтман и добро пожаловать на мой канал! Обязательно нажми на свою кнопочку подписаться, чтобы она была у тебя серенькая, чтобы ты не пропустил ни одного моего нового видео. Возможно, я сейчас странно выгляжу, на самом деле я даже не собиралась снимать это видео. Дело в том, что я собиралась снимать свой ТикТок и сделать фотографию. Поэтому, как бы, вот по ковбойски, так сказать, я выгляжу. Но! Ко мне пришел курьер и доставил коробку. Я думаю, по названию вы уже поняли, от кого пришла посылка. Так вот, представьте мое состояние, когда мне звонят дверь, мне приносят курьер-посылку от Фейка, которому я не давала свой адрес. И который до этого заявил, что он поставил мне маячок в какую-то вещь из посылки, короче, с посылкой из предыдущей пришел маячок. Я похихикала такая, а посылка пришла на мой адрес. У меня все, у меня просто нет мыслей, у меня нет слов. В общем, эта коробка выглядит вот так. Она просто огромная. И она тяжелая. Именно поэтому я как бы бросила все свои дела и прям сразу в таком виде начала съемку. Потому что мне не терпится, мне хочется посмотреть, что там. Не столько из любопытства, сколько в целях своей безопасности. Безопасна ли там вещь, которая будет стоять, извините, у меня в квартире. Поэтому прямо сейчас с вами это все откроем. Но это просто жесткач. Так вообще законно дело. Законно вообще маячки, блин, пихать людям. Мне теперь что, переезжать, что ли? У меня руки, руки, блин, даже трясутся. Я нормально попасть не могу ножом. Капец. Ну, как бы он опять мне прислал мармеладки. Блин, они дорогие. Откуда у него столько денег, что он мне просто так берет, целыми коробками их присылает? Я никогда не научусь их открывать нормально. Капец, целая коробка мармеладок. Кстати, те мармеладки я уже съела. В этот раз, смотрите, мармеладки звездочки. Классная. Черная смородина. Блин, как это вкусно. Ну, это все очень-очень мило, но я не могу как бы нормально расслабиться, потому что я понимаю, что у человека откуда-то мой адрес. Это вообще... Это подождите на секундочку. А он не мог мне просто взять и послать эту посылку. Просто по маячку. Потому что маячок не говорит номер квартиры. Я тогда вообще ничего не понимаю. Как он мог вообще понять? Капец. Какой-то вот такой вот мешочек. Вау! Ребята, здесь очки. Причем, что очень классные очки. Так, секундочку. Посмотрите, какие крутые очки. Классные. Ого! Такое все голубое. Слушайте, классные очки. Вообще офигенные. Блин, реально мне идет. Слушайте, классно. Вообще огонь. Ну, блин. Это реально классные подарки. Это дорогие подарки. Все, вот меня надо. Господи, я думала, что это уже все закончилось. Что это такое? Что за коробка? Что-то вообще нифига. Ой. Для браслета, очков и помады. Это шкатулка. Смотрите, какая крутая. Блин. Это что, съедобно? А, это просто, чтобы влажность, видимо, не попала. Ну, это капец. Это очень крутая шкатулка. А, она еще... Она еще... Подождите. Смотрите. Здесь еще есть одно отделение. И там есть замочек, чтобы на ключик закрыть. Для браслета, очков и помада. Про помаду, я смотрю, ты не забыл. Блин, ну... Ну, это классные подарки. Я не могу ничего сказать. Это очень-очень классно. Ну, как расслабиться и как этому радоваться, когда вообще вот такой вообще неадекват, блин, происходит. Не очень... Не очень... А-а-а-а-а-а-а-а! Фак! Дорого-богато, потому что вот тут клей, например, торчит. Ну, видно, что такой материал недорогой. Но все равно очень красиво со стороны смотрится. Ну, это капец. Ну, давайте помаду положим. А-а-а! У меня помада даже на балконе валяется, потому что я как снимала здесь, я так ее тут и оставила. Браслет, кстати, на мне. Но с замком тут явные проблемы. А куда помаду положить? Вот сюда положим. Все. Помада на месте. Мне, правда, эта помада не особо нужна, но пусть будет здесь. И это, кстати, еще не все. Что за фигня? Тут какой-то прыщик, ребят. Это что, выдавлялось прыщик? Что это такое? И как это открыть, блин? Я сейчас все ногти себе сломаю. Это что-то... Это... Это... Это что-то масляное какое-то. И материал такой, и типа... Желе какое-то. А его можно вообще достать с пакетика? Давайте попробуем. Главное, чтобы ничего не пролилось на меня. Серьезно? Ребят, это жопа. Это настоящая жопа. Вот. Жопа с дыркой. Пукнула. Слышали? А, тут еще какая-то записочка. Чтобы ты думала обо мне, глядя на это. Это жопа. Чтобы ты думала обо мне, глядя на это. Глядя на жопу. И для чего вот эта жопа с дыркой в жопе? Ребята, у меня теперь есть жопа какая-то силиконовая. Плохие фейки, плохие фейки. А-та-та. Я, конечно, дико извиняюсь, но нафига мне сраку-то подали? Что с ней делать? Это ж... Это игрушка. Ее... Что? Что с этим делать? Скажите мне. А это можно есть? Это съедобно? Я только что понюхала задницу, да? Да. Но меня вот эта вот дырка напрягает. Ну, ребят, мне подарили задницу. За что? Ладно. Спасибо за жопу. Такого у меня еще не было. Ребят, там есть еще один подарок. Вот такой пакетик. Ну да, тут пакетик прозрачный. Я, в принципе, сразу поняла, что это такое. Для наших будущих игр. И инстаграм указан. Его, видимо, новый инстаграм. Опять создал. Тоже я вчера на список кинула. И что тут для наших будущих игр? И как с этим играть? Что это за бахрома для занавесок? Как в это играют? Что это такое вообще? Что это такое, блин? Что это такое? Нафига мне это? Она даже не подходит к моим занавескам. Липкая? Она, типа, получается, приклеивается к занавеске или к чему-то приклеивается. Ну, потому что, ну, на лицо или куда-то сюда, навряд ли она приклеивается. Короче, я не знаю, что это. Я не хочу писать ему. Честно. Меня этот человек пугает. То есть я даже во время распаковки подарков, то есть некоторые вещи были действительно приятные, но я все равно не могла расслабиться, потому что меня дико все напрягает. Меня дико напрягает, что он знает мой адрес. Хотя непонятно откуда, потому что маячок не может сказать номер квартиры. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Пейтон Елене. Мы уже поняли тысячу раз, что ты нифига не Пейтон. Я надеялась, что мы уже попрощались. Не, ну, натура, сколько можно? Будем ждать, когда ответит, что? Алиса, а законно ли ставить маячки на других людей? Сейчас найду. Такую-то фигню она мне нашла, вообще не то. Я с этим совсем забыла вам сказать, подписывайтесь, пожалуйста, на мой инстаграм. Вот. Фейк ответил. Для чего ты на это надеешься, если я тебе еще в самом начале сказал, что ты от меня никуда не денешься? Может быть, ты никогда не встречала настоящих мужиков, которые отвечают за свой базар? Тогда поздравляю, я перед тобой. Чего-то я начинаю верить, что он отвечает за свой базар. Потому что это слишком как-то настойчиво и слишком пугающе, блин. А что ты, настоящий мужик, прячешься за фотографиями подростка? Реально, если ты позиционируешь себя крутым таким мужиком, который отвечает за свой базар, зачем ты берешь фотографию у подростка и, блин, выдаешь себя за него? Что за детский сад вообще? Всему свое время. Ты слишком нетерпелива. Все будет, просто жди. Ты получила мой подарок? Я сейчас ему все выскажу. Я ему написала. Получила, но я с тобой общаться не намерена. Ты свои подарки вкладываешь в маячки. Что дальше? Камера, прослушка. Ну, а что? Нафиг мне нужны такие подарки? Я избавлюсь от всего. Неизвестно, что ты в новые подарки запихал. Я реально, я сейчас сидела, думала и приняла решение, что я просто все это, не знаю, отдам, выкину. Потому что, ну, я не знаю, что находится в этих вещах. Я это прекрасно сейчас осознаю. И как-то рисковать мне вообще не хочется. Ты вообще о чем? Я пошутил тогда. Я бы не поступил с тобой так. Я хотел подложить тебе маячок, но не стал. Я в последний момент передумал. Я клянусь тебе. Да. А как? Ты прикалываешься? Подарок пришел на мой адрес, а я тебе его не давала. Это невозможно. Я отправлял на адрес твоего друга. А как тогда он ко мне пришел, если он... Секунду. Подождите. Привет, слушай. Тебе приходили посылки в последнее время? Ну, не тогда, когда я тебе говорила, а вот еще после этого. Мне кажется, моя нервная система вот просто берет и такая... До свидули, Лена. Так я ж тебе отправил по курьеру. Сказать забыл, правда. Пошел ты знаешь куда. Ты вот понимаешь просто, что я сейчас испытала, когда я получаю посылки, а какой-то Лео человек от фейка, которому адрес свой не давала, и он говорил, что маячок на меня поставил. А ты берешь просто молча и отправляешь по курьеру мне. Ты бы хотя бы написал, у меня что-то инфаркт не случился. Я думала, мне переезжать придется. Ты вообще вот нормально так делать-то, блин? Ну, это капец просто. А потом мои друзья спрашивают, Лена, а что ты такая нервная? А действительно, что это такая нервная, если вы вообще офигели, блин? Я поэтому и думаю, блин, откуда фейк адрес в моей квартире? Я стала уже мыслить, что он, может быть, как-то меня отследил. Может быть, он находится где-то в моем городе, я не знаю, по маячку, где-то, когда я выходила, отследила, еще что-то. Ну, потому что это полный трэш. Капец. Друг мне написал. Ну, знаешь, дорогой, кому как, кому как. Мне вот вообще не ха-ха-ха было. Кстати, я посмотрела посылку, там жопа. В прямом смысле. Да я знаю, что в прямом смысле, тьфу, тьфу, блин, на тебя, тьфу, на тебя еще раз. Мы как бы уже видели эту жопу. Мы знаем, что там жопа. Короче, все, иди в пенсию, просто повезло, что сейчас карантин, я не могу до тебя добраться. Я бы приехала к тебе и просто тебя убила нафиг на месте. Потому что надо предупреждать о таких вещах. Это капец. Тьфу на тебя, тьфу на тебя еще раз. Кстати, ты мне три сотки должна за доставку. Считай, что эти три сотки моя моральная компенсация, дружок. Предупреждать я еще раз будешь. Целую, обнимаю, не болей. Пока. С такими друзьями и враги не нужны. Ну, если честно, я хотя бы успокоилась. Так, подождите секундочку. Я сейчас заново посмотрю на все свои вещи. Теперь уже с хорошим настроением. Блин, вот это вообще классная вещь. Украшения для занавесок у меня теперь есть. И даже жопа теперь у меня есть. Непонятно зачем, но она у меня есть. Мне тут что-то фейк уже написывает во все. Не игнорируй меня, я тебе не вру. Как тебе шкатулка? Как тебе шкатулка? Шкатулка просто великолепная, она просто потрясающая. Мне понравилось, я люблю такие штуки. Особенно в белом цвете, спасибо. А очки подошли, пришли фото. Так уж и быть, за такие красивые, шикарные подарки я ему пошлю фото. Почему бы и нет? И что, получается, что типа я опять ему подчиняюсь? Не, нифига, такое не прокачит. Теперь все по-другому. Значит, угадал. Тебе очень идет. А давайте попросим его прислать свое фото. А ты пришлешь свое фото? Конечно, он не пришлет. Когда это было такое, что мы просили фейка прислать нам фото, и он реально что-то присылал. Подождите. Он какую-то фотку прислал. Так, ребят, делаем ставки. Как думаете, я сейчас открою, там будет лицо Пейтона, либо реально фейк прислал свое фото. Как думаете? Решили? Открываем. Ты серьезно? Возможно. Возможно он отправил. Что значит возможно? Все возможно. Давай, скидывай мне фото. Я должна понимать, что там за маяк сидит. Так не честно. Мармелад уже попробовала? Ты вроде любишь его. Да, люблю. Да, попробовала. Я тут все хотела попробовать. Даже жопу, потому что думала, что у нас еду. Ну, как бы, камон, о чем речь? Я даже пакетик, который, чтобы влага туда не поступала, хотела попробовать. Я всеядная, камон. Лучше бы написала, что меня любишь. Чего? Я тебе знать даже не знаю, камон. Мне вот эта нотка романтики вообще не нравится. Давайте переключимся и резко переключимся. А жопу-то зачем мне прислал? Мне кажется, я достаточно резко переключилась. Чего? Ты уже вставила в отверстие? Ну, палец я вставляла в отверстие. Чего? Пути, пути, пути. Шел 14 день карантина. Я вставляла палец в жопу. Ну как? Приятно? Не, ну а что? Просто она такая прохладная. Она прохладная. Вот. Материал такой интересный. Бархатный. Немножко, правда, липковатый. Это немножко напрягает. Вот. Чувствительность. Пахнет жопа тоже интересно. Какими-то цветами и фруктами. Вот. По ощущениям она очень мягкая. Как будто желе. В принципе, не противно. Пихать туда палец. Ну нафига только это делать? До меня кажется, дошло. Ребята, это, похоже, подставка для ручек. Ну да. Ну не для пальца же она создана, ребята. Это реально, похоже, подставка для ручки. Вот прикиньте, вы сидите такие за рабочим столом. Занимаетесь. Может, даже дистанционное обучение у вас. И на рабочем столе стоит задница, из которой торчит ручка. Но это жестко. Мне, если честно, не приходилось еще пихать ручки в задницу. В принципе, и пальцы тоже. Всем пис, мир. Так, я это отставлю. Я пишу необычно. До этого мне не приходилось делать нечто подобное. Вставлять ручки в подобные места. Для меня это было впервые. Ты поставь подставку на свой стол. Я просто на секундочку себе представляю, что вот в один момент приезжает ко мне мама в гости, проходит в мой кабинет, смотрит на мой рабочий стол и видит там, как торчит ручка из задницы. Или когда, в принципе, кто-то вот увидит вот такое вот, вот такое вот. Или я снимаю видео на фоне своего рабочего стола и вы такие ненароком. Что там не то происходит, а? Что-то там не то происходит. Я не думаю, что это когда-то будет стоять на моем рабочем столе. Серьезно. Нет. Я так не думаю. Почему? 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 Да так. Как минимум не хочется, чтобы во время работы рядом со мной стояла жопа, в которой воткнута ручка. Может быть, я, конечно, странная, но такие штуки мне как-то не очень по душе. А пестисы тебе понравились? Что такое пестисы? Кто? Сердечки. Вот эта хрень для занавески называется пестисы? То есть парень знает об этом. Ну, если фейк парень. А я об этом не знаю, баба. Пестисы. Раскач. Какие-то штучки на занавеску? Ха. Это не для занавески, а для тебя наклейки. Я уже примеряла. Они никуда не прикрепятся. Ну, куда? И, простите, в какое место я должна их наклеить? На щеки, на уши? Куда? И вот эта вот хрень реально куда-то крепится? Типа, нафига? Есть просто куча офигенных страз, которые вот будут намного лучше смотреться. И куда я должна наклеить, простите? Как это куда? На. Короче говоря, я просто неиспорченный человек. Как бы вам сказать, чтобы это было зацензурено и чтобы тем, кто надо понять, поняли? Вот у меня есть купальник мы надеваем. Вот есть трусы для купальника. А есть лифчик для купальника. Так вот это вместо лифчика. Пестисы, оказывается, эта штука. Только нафига? Непонятно. А шея не вместе с этим. И подпись была для наших будущих игр. Знаете, с такими темпами, с такими подарками, у меня в квартире скоро будет красная комната. Вот как из 50 оттенков серого. Она пополняется все быстрее и быстрее. Я продукты реже покупаю, чем у меня пополняются вот такие всякие разные штуки, блин. Наручники, помада, зопа, пестисы. Ну, вот это вот шарик надувной. Пакетики квадратные. Ну, трындец. Ты просто супер странный. То шлешь мимишности, мармеладки, браслетики, очки, шкатулку. И тут же жопа, помада, пестисы. Получай. Надо? На. Это как? Это как будто раздвоение личности. Серьезно. Это капец. Вот надо было мне напороться на этого фейка. Вот сейчас бы сняла какую-нибудь переписку с другим фейком. Вот сняла бы и все. И пошли бы мы счастливы в закат. Разошлись точнее бы. Я услышала только то, что я супер. Странный. Супер странный. А не ты супер. Это разные вещи. Очень разные вещи. Понятненько? Просто ты зажатая. Видимо, такие штуки тебя пугают. Ты не должна этого бояться. Я вообще даже не должна с тобой общаться. По правилам. У нас одна переписка. Все, дальше гуляй, Вася. Я уже второй раз делаю из-за него исключение. Я вообще не должна с тобой общаться. Уж тем более получать такие подарки. Потому что я вообще считаю, что такие подарки ты должна либо сама себе делать, либо твой парень, или муж. Ну, никак не левый человек. А какие подарки ты хочешь получать? Если честно, никакие. И если честно, мне ничего не надо. Потому что мне как-то... Мне неловко принимать все эти подарки. Потому что они действительно как бы дорогие. И я понимаю, что дальнейшего общения с этим человеком у меня точно не будет. Мне ничего не надо. Ладно, тогда буду на свое усмотрение. Типа, у меня еще подарки будет слать, что ли? Да не надо мне. Ты мне лучше расскажи. Тебе нравятся парни внешностью, как у Пейтона? Просто мы с ним очень похожи. Считай, я тебя даже не обманываю. Потому что выгляжу так же, как Пейтон. Если у нас будет хорошее общение, и ты будешь послушна, ты будешь мне отвечать, тогда я покажу тебе свое лицо. Это он зря сказал, что он похож на Пейтона. Что они с ним одного лица... Одно лицо. Одного лица. Не, ну а что? Теперь мои подписчики не успокоятся. Я буду пытаться его вычислить. Ну и пусть это его теперь проблемы, а не мои. И может от меня тогда отстанет. Если у нас будет хорошее общение, ты будешь послушна, я тебе покажу свое лицо. Да что ты такое? Я не смотрю на внешность. Я смотрю на Йена. Потому что при виде Йена мне хочется кричать, о боже, о боже, о боже, о боже. Не, ну а что? Да. Мой сладкий пирожочек Йен. Мы когда-нибудь поженимся с ним. И если сейчас кто-то пытается написать в комментариях, что у него есть уже жена и дети, то не надо этого писать мне. Не надо. Мы поженимся. Понятно вам? А потом разыграем билеты на наши свадьбы среди вас. Эх, быстрее бы это будущее, да? Зачем ты выводишь меня из себя? Я тебе раз сказал, два сказал. Не говори мне об этом старпере. А ты опять за свое. Мне тебя придется наказать. Че, мне вообще на тебя плевать? Я как бы хоть сейчас могу с тобой перестать общаться. Камон. Я уже отняла свою переписку. Все, что тебе нужно было, я уже выполнила. Так что гуляй, Вася. Чел, я и так с тобой общаюсь по фану. Я могу хоть сейчас прекратить общение. Если в прошлый раз я тебе подыгрывал, то сейчас мне это не надо. В натуре. Это моя как бы вина, потому что я показалась ему такой... Да, хорошо. Да, мой господин. Я послушная. Я добрая. Покладистая. Но на самом-то деле... Камон, скорпион. Послушный, покладистый, добрый. Скорпион. Ну вот и я о том же. Тогда ты никогда не узнаешь, как я выгляжу и кто я. Ты выглядишь как Пейтон, потому что ты сам сказал, что ты выглядишь как Пейтон. Why? Даже не знаю, как я переживу такое. И я дам тебе время подумать. Напиши, как будешь готова. Подожди, подожди, не прощайся. Мне сейчас очень важно задать один вопрос, чтобы вот наверняка в душе успокоиться. Я подумаю, если ты ответишь на мой вопрос. Из какого ты города? Потому что это сейчас очень важно. Потому что раньше Фейт говорил, что он якобы из Америки, и там за него пишет его американский друг, который знает русский язык и так далее. А как думаешь, почему мои подарки до тебя так быстро доходят? Ты умная, делай выводы. Это типа намек на то, что он живет в Питере? Либо рядом с Питером, в Ленинградской области? Ну что, мои дорогие, вы посмотрели это видео, а следующее видео будет о моем переезде из города. Подальше. А когда границы откроют, я еще подальше уеду. Ну его нафиг. Потому что как-то не хочется, чтобы чувак из 50 оттенков серого со мной как-то связывался. Я так понимаю, что вы будете сейчас говорить и просить меня о том, чтобы я с ним продолжила общение. Потому что вам наверняка хочется увидеть его фотографию. Увидеть, как он выглядит. С учетом того, что он сказал, что он выглядит похож на Пейтона. Да, я правильно прочитала ваши мысли? А если меня что-нибудь сделают мне? Вот. Я же теперь буду выходить на улицу и оглядываться по сторонам. А что мне оглядываться? Я даже не знаю, как он выглядит. Но мне тогда надо узнать, как он выглядит. А если он меня тоже обманет и пришлет мне свое фото? Классную переписку я сняла. Слушайте, офигенная идея была. Мне в один день просто такая, а почему бы мне попереписываться с Пейком Пейтона? Ну какая фигня может в моей жизни случиться-то после этого? Супер! Обожаю эту жизнь. Ладно, ребят, я пока возьму паузу в нашем общении. Он же мне сказал, думай. Вот я буду думать. А вы напишите в комментариях, что? Что? О чем мне думать? Короче, посоветуйте. Не решайте за меня в этот раз. Я теперь буду своими мозгами. Потому что ситуация уже развернулась не очень хорошим образом. Поэтому напишите, что вы считаете. А я уже приму решение забить на этого человека, игнорировать его. Либо все-таки выяснить, как он выглядит и вообще. Типа надо ли мне вообще вот это вот все общение. Безопасненько ли это вообще? Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Не забудь поставить пальчик вверх, потому что мне будет безумно приятно. А я все сказала. Инстаграм. На инстаграм подписывайтесь. А я вас люблю, целую, обнимаю. Всем спасибо. Пока! Ну, жопа реально вкусно пахнет. Субтитры сделал DimaTorzok